Космонавт вечный студент. Даже спортивные игры это сдача нормативов. Они готовятся к полету как ни один специалист на свете и ждут своего звездного часа порой не один год. Десятки лет многочисленные медицинские обследования, тесты и экзамены. Такова реальная жизнь космонавтов. Людей для которых подготовка к космической дистанции во много раз больше и дольше самого полета. За 14 предстартовых дней экипаж должен показать, готовы на все стоп космической миссии. Стежок за стежком. Даже на тренировке на диване скафандра процедура ответственная, как перед реальным полетом. Мы космонавт не всегда готовы. Они надевали скафандры уже сотни раз, но каждый раз будто впервые. Только внутри скафандра понимаешь, это как твоя вторая кожа. Десятикилограммовый полетный скафандр «Сокол» способен автономно работать два часа. Проверка на герметичность, продувка, необходимость убедиться – все в порядке. Эти заглушки стоят, и они подвязаны к кармашку, ты не промахнешься. Они привязаны к кармашку. Ты снял, а кармашек полетел. Роман Романенко – командир корабля. Хоть и летит Роман на орбиту в первый раз, а любовь к космосу – в крови. Он космонавт во втором поколении. У нас сейчас нет такого разделения на не летавших, не летавших. У нас есть одна большая, одна маленькая семья в данный момент в корабле. У нас три человека, и мы полностью доверяем друг другу и готовы выполнять любые задачи, поставленные перед нами. На стапеле с кораблем «Союз ТМА-15», который и унесет космонавтов на орбиту, все готово. Экипаж впервые примеряет свой корабль в скафандрах. Инженеры знают этот корабль как свои пять пальцев. И все же главный здесь они – экипаж, будущие поколители космоса. Сегодня старшим здесь Сергей Ромков. Год назад он сам также примерял корабль. Теперь свой опыт передает другим. Сейчас он правая рука экипажа. По туалету. Туалет, соответственно, здесь. Росконсервация, Ром, как учили. Бельгийцу Франку Девину предстоит возглавить долговременную орбитальную экспедицию. Он станет первым европейским космонавтом, который возьмет управление станцией в свои руки. Достойный командир за плечами школа кадетов, Королевская военная академия Бельгии и даже небольшая война. Поэтому к трудностям отношения особые. Трудностей у нас на борту, я думаю, не будут. Трудностей отстает столько, что там все летает, там может потеряться какой-то вещи. Им предстоит прожить вместе 180 дней, выполнить 50 научных экспериментов, встретить 4 грузовых корабля, 3 шаттла и российский малоисследовательский модуль. Но самое главное – вернуться на Землю такой же дружной командой.